привет интернет у нас сегодня новый гость студии у нас александр цой ведущий я правильно говорю шоумен я объясню мы на чесноке запустили рубрику где мы написано чеснок рекомендует но вот как рекомендовать людей если ты даже ну с ними просто не поговорил мне ну шутки шутками на чесноке на сегодняшний день 500 ведущих то есть честно говоря я думаю что я работаю там обеспечен на ближайшие там три года потому что ну я не понимаю как вот но сегодня у нас студии александр цой знаете у вас есть очень саша знаменитый тезка в социальных сетях вы не знакомы кстати именно социальность до в фейсбуке в фейсбуке саша цой за певца но он и есть певец а ну вот да и знаете сами лично нет к сожалению наклонный город вот он написал очень песни очень шикарно очень очень талантливый вы как саш на пришли вообще вот на сцену я знаю что всегда этот путь он но у всех очень необычный как у вас произошло путь путь был очень долго вернистым но вообще я не могу сказать что я там с пеленок родился все уже у меня не тут же в роддоме микрофон там дальше в этом роде всегда что-то такое творческого не было чувствовалось начиная со школы и так далее везде где-то старался там участвовать нравилось в самодеятельность до самодеятельности школьные всяко по-разному правда на тот момент были немножко наверное в моей голове юношеская такой ветреный другие ценности и я пошел по как мне казалось по более серьезному пути такого то есть там ну какие-то стандартные варианты там экономически до его заместом юристом я тоже юрист все нормально вы не переживайте у нас я думаю все так вот редко кто сразу с консерватории начинается а потом все таки вот поняли что надо идти вот туда куда сердце зовет душой и я бы сказал я сам не понял этого меня туда жизнь загнала но в хорошем смысле слова только хорошим потому что я говорю даже после школы там не армия вообще меня так укрепила в сознании в том что нет нужно куда каким более жестким в жизни прочь не так что каким-то артистом в этом роде но так получилось что с годами сначала для что-то начал проявляться и я в качестве подарка для друзей и родственников проводил некоторые частные мероприятия семейные банкеты свадьбу там другу рода родным вот у корейские знаете годики так далее там юбилей и вот раз-два в год я где-то кому что-то проводил для меня было хорошо я экономил я говорю ребята качестве подарка держите вуаля все провел классно народу тоже понравилось потом в одном из кафе меня просто заметили ребята и администратор телефончик можно сколько вы берете не знаю вообще сколько дают ну примерно в общем примерно таким путем там еще несколько лет у меня было еще таких в ожидании и совершенно случайно я работал дистрибуционной компании мы поставляли и так получилось у меня постоянные клиенты мои также моя незнакомые хорошие хозяева этой кафе я прихожу под новый год там у них будешь народ зажигает толпа так а все резвятся веселятся вот и а я там водку им привет развозка не успевает дай мы под новый год сами все клиента свои развозки вот пришел водку кока-кола тоже у нас и подходит наш хозяйка говорит саш слушай давай чего нибудь не знаю есть призы какие что-нибудь есть ну тащите не знаю там немножко почесал затылочек свой повеселились приходи завтра и все вот у меня пошло завтра-завтра перед новым годом ходил проводи вот эти вечериночки небольшие потом один заказ другой заказ и ушло поехал награда нашли ну награда нашла саша герой а и сколько уже вот такой интенсивной скажем почему-то хочется сказать не ночью но мы я почему я вот для себя я почему занимаюсь ивентами иногда сам тоже в руки микрофон беру это реально ну для меня например терапии потому что ну мне очень нравится с людьми работать но я не вижу допустим себе столько вот заряда вот этого чтобы работать вот на постоянной основе вот ведущим потому что ну я не знаю сейчас на камеру видно не видно но от саши сейчас саша пришел на куражах то есть от него видно что он это заряженный да то есть такая хорошая там доброй энергии сходит на все там прочее прочее то есть но я всегда почему думаю что где же ее набраться столько да потому что у меня знакомые есть ведущий 8 свадьб проводит месяц ну я не знаю от души провожу ну у меня вот души столько нету на 8 свадьб месяц прошу ну это где душа то есть ну я вот как-то не понимаю вот из сколько уже лет колеца на на сцене трудитесь 7 7 7 лет основные мероприятия получается это вы ведете свадьбы до на каких языках саша на русском велико я вижу я веду только на великом могучем не не стал экспериментировать думаю лучше я буду хорошо говорить на русском языке хорошо понимать русскоязычную публику чем я буду пытаться залезть везде в итоге оказавшись нигде ну это нормальная позиция нормальная позиция потому что как создать если язык это очень щекотливая очень тонкая тема и особенно если там не знаешь характерных тонкостей данном говоришь с акцентом ну я не знаю мне кажется надо тогда уже если выучить то тогда уже выучить допустим нужно вот на казахском языке не казахов кто нормально ведет можно посчитать по пальцам буквально там два три человека да то же самое на английском в принципе тоже не очень много окей а какие вообще вот какие мероприятия вот ваши вот прям вот вообще ваши ну не я объясню мне например лучше всего уехать в горы стимбилдингом там человек 30 и я могу сутки там вот мне вот легче так а вот вам как лучше допустим для меня все таки в основном это семейные такие банкеты свадьбы и в корейские годики нас накроет традициях знаете проводить годики то и у казахов есть то есть я просто тоже знаю что там обойзание и получается сейчас это уже можно назвать профессии то есть семь лет стажа что что сейчас вот сейчас немножко многие говорят ведущие там вообще вот наша вся ивент сфера той индустрии немножко так это жалуются что как бы чуть-чуть там кризисовок там где-то вот с прошлого года вы как бы услышали это как-то на вас это вот на вашей работе отразилось вообще я или вы часто слышим лет назад пошли вот это из семьи в семью так все и кажется не окончится я слышу от коллег периодически вот подобную тему когда обсуждают но сам пожаловаться не могу слава богу все в порядке вот есть немножко до небольшой спад был в начале года но сейчас прям знаете я скажу наверстывая наверстывая ваш бед но аж душа радует так вот дископируешь он и правда радуется слушайте хорошо давайте узнаем такой вопрос на я вот буду сейчас профессиональные вопросы задавать чтобы потом люди посмотрели и вам уже меньше их задавали вы работаете как бы один либо у вас есть целая там инфраструктура то есть к примеру там есть своя живая команда ну там свой диджей свой танцевальный коллектив там вот расскажите пожалуйста я работаю в команде так оказываем в комплексе услуги подключить практически подключить ну почему практически то есть я единственно не занимаюсь ресторанами ребята можно просто подсказать где что по своему опыту но и минусы вот стоя давайте чтобы наше интервью было полезное скажите вот с вашей точки зрения вот такие вот давайте так топ-5 рабочих площадок в алматы вот где можно допустим там свадьбу провести там юбилей да давайте вот так чтоб не задумываюсь просто вот мне тоже интересно если можно это зачем почему еще обидятся они мы не знаю как то не отчастность снижать понятие людям вот которые сейчас ищут себе какое-то место для проведения мероприятий полезно вот ну вот вам больше всего нравится на какой площадке но где больше всего работает давайте так все равно узнать все-таки я постараюсь избежать от и избежать нет хорошо давайте на они не вопрос на получается у вас я поясню почему почему объяснить и число тоже интересно не хочется по сути вот любое слово сейчас который расскажешь да человек может очень принять у него все это заложилось все он зафиксировать вещи вот но придя туда зал может прийти какой-то дискомфорт испытывать чувствовать что вроде не его этот зал но там сказали что он что это супер да поэтому то есть все таки я его беру а в итоге когда вот это ну ну то есть и не обмануть вот и видите ошибки 6 видите какой сам я думал чем этот кочевояжется с этими залами да а смотрите он как он можно сколько все продумано правильно а потом когда заказчик придет в этот зал и уже что там делать вроде как порекомендовали и вот ехать и его купит и он все равно будет уже недовольны хотя он толком и понимать не будучи он недовольны и потом так или иначе это отразится на александре видишь у нас еще твой это поэтому я так хорошо хорошо оформители есть свои то есть сейчас я знаю что а а вот свадебные фотографы свадебные операторы есть свои саша человек оркестр и все то у вас батенька есть какой вы не найдете игре слушать не ну это ладно а сколько стоит вот нормальный видос снять на свадьбу давайте порядок цен только саша вот тут тонкий момент если вы ищешь что-нибудь скажите как тогда будет вопрос вот уже все таки с национальностью то будем выяснять внимательнее понимаете вот да есть такой момент кореец начинает проглядываться если честно мне ну давайте да про видеооператоров то есть вот по почем можно сейчас на на рынке и снять ну такое более менее приличное видео то есть не совсем там квентина тарантино не приглашаем саша да то есть спилверка не надо а вот ну чтоб нормальный продукт вот какой сейчас ценник от и до ну чтобы действительно классно сняли ребят смонтировали причем это было чтобы вовремя в срок до чтобы не потеряли кассету потом 1150 вот так тире 200 это есть ребята кто там дороже естественно есть дешевле с кем-то можно договориться даже кто в этом ценнике сами знаете на определенный определенную дату вот но среднего это что получится за 150 200 тысяч за 200 можно даже взять три камеры две видео одну фото кран нельзя взять кран не получится есть у вас саша кран ну что там лично моего нет просто многие не знают что такое кран да это важно что саша знаешь что такое кран хорошо а вот оформители так столько строя кругом как едешь эти оформители получается тоже в команде до оформить свадьбу вот от и до просто вот опять же да вот да я понимаю миллион долларов да там можно там доллары поклеить как обои да но вот такой средний взвешенный чек сколько выходит букеты на столы там я знаю вот красиво делаю дата вот этот трон с женихом невесты хорошо оформляет там язык и там пресс стену данная наделают вот вот такой короче комплект такой вот средний я бы я просто я объясню саш мне сами не честно я вот не играю сейчас мне очень интересно по двум причинам а во первых я свадьбами практически не занимаюсь и мне интересно ну знаете помните в кино как люди устраиваются вот и второе но у меня две дочери подрастают я потихоньку начинаю узнавать цены вот так оформление вот оформление это пожалуй самый сложный вопрос серьезными на сами понимаясь там или от цветы не знаю искусственные или живые или они из банкета банкетка чуть и я знаю у нас уберзов с ними станет цветочки то проверял промыш сейчас ленточки мы вытащили вот хорошо да так ну чтобы это было не шибко дорого при этом по минимум было всего в тоже достойно да ну ну да чтобы это достойно ну на средний зал все равно это будет большой плюс минус до 200-300 тысяч но чтобы это было всего по чуть-чуть чтобы было немножко столы аккуратненько были украшены президиум при стена не слишком наворочен знаете вот я могу сказать когда мне в жизни станет совсем скучно я пойду организовывать свадьбы вот серьезно потому что тут там вот ну все видели же до фильм горько вот и там ничего не обманывали то есть примерно то же самое происходит просто в разных этих на свадьбах вот откровенно весело вам вообще вот больше свадьбы или юбилеи нравится примеру свадьба свадьбы да и больше того я скажу на не все на не на все юбилей я подхожу а почему это интересно бывает что людям нужен кто-то более поспокойней в таком образе конференция который чинно цивильно выйдет скажет то есть нет он в этот прекрасно чудесный вечер и потом песни в поле русской и все и там вот слайд шоу пошло все вот так люди ушли загрустили что-то начали вспоминать а у вас заканчивается стопудово плясками да я так думаю я у меня это просто честно говоря изнутри разорвет хотя юбилей слава богу есть люди приглашают проводим слава богу довольны все отлично но когда обговариваем я просто смотрю что требуется какие там какой-то контингент гостей и если чувствую что действительно вот что-то подобное может получиться потому что из меня все равно вот это вылезет какой-то момент я там не это очень саша я вам одно могу сказать очень хорошо что вы сразу сознаетесь понимаете что вас потом вот не остановить что вот это харизма там какие-то куражи они все равно там появятся не я если честно я то же самое говорю что ребята ну я минут сорок я выйдем как-то вытяну серьезно потом меня все равно начнет там колбасить да то есть я поэтому и тоже на юбилей ну не иду я но это я должен знать очень хорошо человека тогда я может быть смогу проникнуться потому что но опять же это настроиться надо просто это своего ну там вот и что на свадьбы надо настраиваться слушайте но вот у меня интересный вопрос такой а вот свадьбы вы делаете какие-то необычные потому что но обычная стандартная свадьба на наш большой там банкетный зал там я не знаю 200 человек вот трон президиум там все бегают там вообще я щас вот люди какие-то тенденции изменились вот за последние семь лет вот давайте так это вопрос хороший вопрос к нему я подхожу скажем так достаточно приземленно его задают то есть это ну его да иногда задают ну давайте вот предположим в чем может заключаться необычность некоторые выбирают какие-то темы я просто но на вскидочке не выжить почему морскую тему да какой нет все стиле так без без дали еще древних людей там астралопитеков там не знаешь что то я считаю сейчас просто такая смешная свадьба подружки девесты такие растрепанные да с костью дружки жениха да такие брутальные мужики в шкурах зато выкуп можно сразу там проводить с дубиной зашел одни без тех грязь забрал на плечу а потом слон на время надо как будет брать ребята но в итоге в чем все это будет выражаться это внешний антураж какое-то оформление это какие-то костюмы это откровенно говоря это будут костюмы только молодых самых близких кого-то всех гостей заставить прийти в этой теме в колболь ну да в ковбойской особенно это же скажем прямо мужа мужчин кольтов-то не напасешься не шляп не кольтов нет вы молодец мне нравится ваша позиция потому что мне вот когда это что саша я вам сейчас скажу мне недавно где-то года два назад предложили провести корпоратив в стиле алиса в стране чудес я бы девчонки вот все здорово а вы книжку то эту читали я вот там главные герои каждые там но я не знаю три страницы исчезают вообще помните там червяк обкуренный подождите у вас же серьезная компания мы в смысле курить будем прямо на корпоративе да то есть какой его ну как там 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 и грибы есть книжку почитайте ну вот тогда с тематическими вечеринками ну ну вот и в итоге что у нас пол может получиться на вечер ну хорошо еще кстати можно какие-то развлечения еще подвести под эту тему и то скорее всего это будет такая специализированная подводка тематическая сам конкурс развлечения он будет практически похож на то что обычно происходит в итоге что мы видим часть гостей у нас в теме часть как обычно начала вечера немножечко в теме потом народ вот да и погнали да че у нас хорошо все будет хорошо и вот и в итоге вот что это вылится по сути три баяна порвали да вот ну понятно а слушайте а вот кто сценарий пишет вообще вот программу когда составляют вот кто сценарист вы где-то нанимаете либо ες собственно к serve по миру помогло составлять для да вот песню какими-то искусствами а я же у меня тоже глаз набит и а вот ведущему да там вот кто работает с нетрезвыми людьми надо всегда вовремя увидеть человека который может ударить человека по сценариям остановились на скром по реке можно я немножко отступление большую сделаю в тему до насчет спорта и так далее сразу оговорюсь этими занимаясь не для того чтобы в крайнем случае защитить убегать от тех людей которые участвовали в интерактиве нет в этот случай у нас все вещи лежат и диджей такой на стрёме можно пожертвовать вот я главный аппарат был арендованный свой жалко кстати есть вот свой аппарат да вот смысл от барабана или они нет я извиняюсь только только вот звук свой а в киловаттах не за сколько он отчисляется но где-то два с половиной три ну короче зала не больше зал с ним он ротов там 200 прокачали грубо я ориентируюсь честно говоря так по простому я технически абсолютно практически ноль в технической части могу сказать что человек на 200 200 с небольшим качает да нормально ну как вот эти два три киловата но больше не прокачает этот зал подачает и что касается да вот спорт то есть повод повода такого нет но мне прямо на всю жизнь врезалась в память врезался в память один момент когда я проводил первую свой свадьбу за день вот человек живет содержательно интересный увлекательной жизнью молодец я вот кто кому скучно надо пойти свадьбы проводить вот сразу тебе будет совсем не скучно первое за деньги свадьба небольшая такая свадебка русские молодые жених и невеста все у нас очень такой хорошо классно весело погуляли и в конце уже на пассажок сидят молодые там друзья буквально человек 57 я переоделся подхожу к ним уже попрощаться ребят все они у класса спасибо и жених знаете первый там вода кому не хочется дать ему я сочту за комплимент по большому счету я как бы не знаю ну я так не смотрел в этом контексте но действительно там если ведущий не найдет правильный общий язык залом на то есть если он не услышит да допустим вот надо говорить одно а он ну вот свой автомат вот этот будет туда и чем дальше тем больше будет вот этот эмоциональный разрыв зала и в конце если совсем он разорвется то скорее всего не надо ему говорить до свидания пьяному жениху вот лучше как то там потихоньку на английский не ну супер интересно то есть программы получается сценарий сами пишите да но опять же давайте я стараюсь так приземлю несколько тоже в этом вопросе мысли что что есть сценарий по сути ну отсюда исходим из того для чего люди приходят повеселиться покушать выпить потанцевать поржать да пообщаться общение оставим это они там где-то в перерывах между собой во время застоль и пообщаются покушать попить это ресторан да это к ресторану вот за нами именно развлекательная программа это потанцевать и повеселиться во всех причем про бок спросил и вот все время в стойке поза вот вы можете замечать вы просто так сидите и я поэтому и спрашиваю я нормально вопрос это не про интеллект просто у вас вот тут вы потом кино посмотрите все его так вот еду я понимаю что когда вы будете стоять на сцене это будет выглядеть по-другому это чистой воды пуляйте левосторонняя стойка вот ну да ладно вот открытый человек всей душой и вот бронепояс все равно стоит на запасном вот так вот за музыку тоже мы не переживаем классные ребята и поют если бюджет не позволяет певцов брать тогда просто диджей играет замечательно все остальное что касается веселья есть определенный скажем прямо набор проверенных вещей со временем конечно он меняется дополняется но по сути это вот именно интерактивы конкурсы которые проводятся или с участием каких-то приглашенных артистов или которые я сам провожу саша я сейчас задам очень важный вопрос да вы проводите конкурс вот когда шарик зажимают вот двумя чьими-то попали понял и пытаются его лопнуть просто вот подобные конкурсы у вас много в репертуаре потому что сейчас я думаю задают его часто последнее время его задают не только в последнее время его задавали мне на протяжении всех лет моей профессиональной деятельности никто не хочет но все лопают я работаю процентов на 80 с лицами восточно-азиатской национальности плюс во мне в самом в самом течет кровь соответствующего цвета с узкими глазами то есть немножечко здесь не приветствуется бой от какие-то откровенности всегда есть определенные жесткие рамки поэтому чувствуя внутренние вот эти границы я подобные вещи скажем прямо не провожу вообще вот извиняюсь просто нет это хороший ответ я кстати тоже на этих позициях нахожусь потому что да люди когда выпьют они могут но вот как песня помните вот это люба звезда ютюба то то есть могут учить и наделать но потом же они сами спорят ну зачем это то есть а ведущий он он-то может их на это сподвигнуть тем более там веселый ведущий но лучше как бы идти все-таки в каких-то рамках но вот такой вот знаете там топ-3 конкурса если это не секрет вот который вот люди любят вообще вот на протяжении там многих лет так если я здесь там и за ножичка обобщенно сказать давайте не вопрос это то есть что ваш это танцевальные интерактивы простых несколько видов до молодежь наверно вес стариков ну как бы честно говоря именно вот этот я не вижу не веду вот он брошь стараюсь вести те конкурсы которые вот я чувствую внутренние во первых как бы это не звучало но мне нравится соответственно если они мне нравятся я их проведу открыто души то есть там легко он пройдет он пройдет именно легко вот чем бывает что гости просят а мы вот такой вот хотим конкурс на вы чувствуете шоу их не поднимите да потом ну или как-то не так но здесь я могу быть чувствовать что он немножко скажет может быть неудобен гостям вообще а второй момент что когда в зале уже работаешь видишь что пойдет входит или не подходит для этой публике тот или иной конкурс и там же в зале ориентируйся так вот это танцевальные интерактивы тоже батлы есть но не именно старшим против младших другого рода потому что во первых здесь есть элемент шоу то что артисты массовость такая во вторых это драйв сейчас динамика флешмобы всякие популярные флешмобы популярны но мы их как раз после интерактива на еще шикарно народ заряжен все они так как они же я объясню почему вот сейчас меня колбасит саша на этой харизмой потому что я же должен метров десять от него сидеть да ну вот обычно нормальная рабочая дистанция и у саши зарядочек на 200 да то есть а я тут один и третий момент это смех то есть чтобы народ просто поугарал поржал потому что ну там естественно идут подколы вот этого но вот саша какой-нибудь бы пример юмора я бы привел потому что помните да вот у нас смех линейка да вот который мы все знаем это от петросяна до павла воли то есть и вот тут вот этот аншлаг аншлаг да тут он задорнов да то есть смех очень разного уровня например например вот у меня был случай меня один корпоратив и ну мне нужно было ввести и меня девушка говорит вячеслав а у вас в репертуаре нету шуток о евреях я будто вроде ты что-то даже задумался другой как-то его да нет наверно но его почему вы спрашиваете она это вы знаете вот у нас шеф он еврей и ведущие вот который до вас там когда-то работал он неправильно понял то есть он начал рассказывать там я не знаю он рассказал 50 этих еврейских анекдотов да то есть агит а он ну он такой очень интеллигентно ему не нужно было он наверно может быть и радовался поэтому вот юмор очень такая тонкая субстанция поэтому если можно опять же какой-то пример . ваше понятие о юморе мы же программу так ну а юморе скажу следующее просто ваше видение это анекдоты я избегаю любые александр спасибо спасибо я вот за анекдоты отдельное спасибо нету правда можно и там совсем иногда и вот если он прям вот в тему вот вот совсем в тему такой вот я не знаю вот 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 мы сейчас вот сидим да ну вот какой анекдот в тему вот его сейчас нету вот в голове да ну что она не надо вот его из себя выдавливать логично спасибо потом избегаю таких вещей как вот выбрали сказали пример был хороший связи какие-то приколов скажем так шуток связанных с национальностями с какими-то внешними данными особенностями каких-то гостей ну чтобы не надо говорить не надо говорить что очкарик очкарик вдруг брат и запасные очки да потому что но это не всем смешно вот задача не стоит хотя очкарики всегда радуюсь когда я вот это рассказывают издалека то есть задача не стоит взять какого-то одного гостя или какую-то группу гостей их грубо скажем унизить чем-то закрыт заприкалывать чтобы они там а весь зал будет хохотать ну да я тем-то ничего будет вот этим не очень да то есть шутки они скажем так больше нейтральный конкретные шутки не хотелось честно вот сейчас выстреливать в эфир пусть они останутся для гостей хорошо зале это нормально то есть потому что я знаю среди ведущих но у нас вот кто работает достаточно на такая серьезная конкуренциях и не шибко всего там конкурсами делятся да там не шибко все этому типа шутками делятся ну в принципе я считаю это да наверно ничего страшного в этом нет это как бы такой копирайт своеобразно да там какие-то свои наработки хорошо александр а вот с артистами с другими приглашенными давайте так начнем с того какой средний бюджет свадьбы на 200 человек касательно развлекательной части то есть еду они купили там в меру своей испорченности да там кто-то там иксос купил там я не знаю кто-то там там средний зал какой-то то есть нам не интересно почему они взяли еду а вот развлекательную часть такой средневзвешенный бюджет сейчас намечается сезон свадьбы 2016 вот по вашим ощущениям какие-то цифры то есть вот сколько надо потратить на свадьбу на развлекательные всякие оформления там ну вот примерно свадьба под ключ за минус еды сразу сразу сказал зачем со мной договориться таким странным способом саша я хочу скидку понимаешь просто получить так это все издалека нет смотри а давай так какие самые дорогие даты я знаю что самые дорогие это субботы правильно вот ну давай вот пускай это будет самая дорогая дата то есть вот и какой-то бюджет так ну потому что это очень интересно людям я так думаю очень интересно да естественно в любой сфере вообще это одна из один из главных моментов конечно тут я бы сказал именно угадать цену цифру по зарачиванию это да это да я согласен ну что не ту как большую скоби а ты скажи сейчас линейку то есть как бы вилку ну для того чтобы на вечере было все естественно та цифра которую назову ее можно как увеличить так и сократить еда вот но включая развлекательную программу и оформление ну интересно я угадаю вот я вот уже тоже у меня цифра в голове есть ну-ка давай откровенно говоря она под миллион выходит я угадал вот вот честно него но это опять же это люфты то есть ну слушай они же докуда вам можно спуститься чтобы это все-таки было и но на что-то еще похожее то есть ну куда можно вот чтобы это совсем не было в кино прошу прошу курку и когда он с одной же сечем люблю так будет логично вот чтоб такого не было ну цифра может гулять тысяч в идеале даже оставим единственное там то что суббота сезон не сезон цифра может гулять плюс-минус 500 тысяч то есть как бы нижний порог входа вот допустим твоего да то есть за меньше ты скорее всего в свадьбу уже не пойдешь ну да и там если это суббота и ну как потому что учитывая то что я работаю не один был бы я один было бы наверное чуть легче да вот есть люди за мной которые а ты заходишь вот смотри ты когда на мероприятие захочешь с тобой сколько помощников идет вот такой сайт цене и такое количество людей но диджей понятно да то есть и еще на кто-то там координатора чего-нибудь если опять же среднюю берем цифру не очень большой банкет человек 5 с тобой выходят еще работают не ну так но это включая операторов музыкальное сопровождение оператор это я не считаю артистов сушать вот сейчас мы вернемся к деньгам просто пока вспомнил сейчас вот можно этого регистратора вызывать в зал одно время же отменили и начали там тетеньку там с лентой давно как будто форскую то есть они брали свидетельства их типа там расписывали да ну такая бывают а постановочная это сейчас вот эти выезжают не выезжают мне просто по-человечески не сейчас опасно сейчас мы застучим делать и говорить какого загса ездят пускай ищут тогда скажу так учитывая человек достаточно нейтральный далек непосредственно от различных структур можно в общем так девушку можно девушку женщину пригласить регистратор регистратор пригласить на свадьбу но здесь есть два варианта это или за одни деньги будет бутафория опять же да или за другие деньги будет и реальный регистратор но здесь уже нужно будет индивидуально договариваться ну потому что в принципе наверно это все еще нельзя официально нельзя а ну насколько я а там уже я дальше там кто на что учился насколько я знаю документально не проверял все сводки там законы поправить а я помню я вот одну свадьбу друзьям делал да и мы на как тут на коктюбе хотели сделать вот над городом вот эту регистрацию саму там площадка есть какая прикольная там арочки вот эти все сделали и встал вопрос настоящую я щет поехал там они лойбай там нам нельзя там ищут и мы взяли ведущую просто коллегу да то есть ее вот нарядили в эту тетку то есть она изумительно сыграла роль эту и все были довольны никто так и не понял что она не настоящая но она была не настоящая а дипломы эти дали там что там свидетельство диплом сертификаты сейчас мы вам выучим сертификаты замечательно и ну а дальше от миллиона там дальше наворачиваться можно там сколько угодно да но сейчас учитывая скажем так общую атмосферу ситуацию рынке вообще в экономике конечно это есть определенный сегмент естественно те люди которые вот всего-то нет там работают скажу прямо мы работаем в среднем сегменте не это на самом деле очень важно что ты это сейчас опять же вербализировал потому что мне когда год мы работаем со всеми аудиториями мне непонятно потому что работать допустим по очень дорогой аудитории это совершенно одна свадьба да там когда бюджет свадьбы полмиллиона долларов это разные мне кажется вещи там скорее всего ведущий будет ургант то есть он не будет саша ведущий то есть но как бы а ну смотри а если миддл то есть перед миддл бюджет на развлечения свадьбы это получается но я так думаю он где-то до трех миллионов доходит вот вот с ляма до трех да наверное вот на развлекаловку я имею ввиду но если туда естественно там оформление входит получше артистов на всяких уже там знаете можно зачем в 3 ляма можно уложиться нормальный в 2 ляма можно даже по-хорошему в полтора мне но если захочу заказчик хочет хочу чтоб круто было ну ну одно дело нет конечно если какой-то каприз за ваши деньги просто я не всегда идут сам искренне так вижу необходимость честно говоря такие деньги выкидывает он на ведь потому что вечер он длится вот он ограниченное время мы же не на сутки выехали куда-то до гости ладно там гостей вывезли куда-то в турцию хотя бы всех разместили повеселили вернули назад вот а здесь вечер вот там первое официальное до отделения посидели помимо пару-тройку номеров хорошо посмотрели люди вышли поздравили потом танцуем потанцевали потом второе опять пара номеров всего же должно быть в меру если человек пришел как на концерте сидит он устанет от этого концерта что бы там ни происходило поэтому как бы там ни звучало не знаю может быть странно нет от меня но почему мне кажется это будет лишний перебор есть определенные границы я вот за что и на уложить не считаю это странно я вот как раз таки на тех позициях нахожусь и почему вот нужно у профессионалов у людей кто работает в этой отрасли нужно прям спрашивать и от его заметь я очень конкретные вопросы на самом деле задаю а для чего чтобы люди поняли именно вот так как ты делаешь потому что у каждого там своя рука да то есть каждый делает абсолютно по-разному да то есть вроде все свадьбы одинаковые но я знаю что наши там коллеги да кто занимает серьезно мероприятие все делают по-разному все по-своему делаю и если люди будут иметь дело с тобой очень важно людям понять именно как ты это делаешь да потому что ну вот если ты так считаешь то ну ну это что же не просто так получилось не ну правильно же то есть это ты пришел к этому там на протяжении каких-то лет что зачем лишние деньги сжигать правильно мероприятие длится пять часов за пять часов может сгореть миллион долларов за пять часов может сгореть миллион тенге если смысл сжигать миллион долларов ну наверно кому-то есть разжигают да то есть ну как бы но вот обычным людям наверное лишние деньги чего лучше правда они потом поэтому отдохнуть день да там задут вот этот лишний миллион они там свадебные путешествия съездят у нас есть какие-то оригинальные интересные места для проведения свадеб в алмате вот помимо залов вот допустим интересные места для регистрации просто вот вот я я вот хочу вот на регистрацию обычно же немного народу приходит там 30 там от силы человек да то есть он может чуть-чуть предложить но это и в общем то общеизвестные места достаточно скажи вообще извинешь поля красиво да там уже красивый есть не все рестораны помню где рядом с ними тоже в общем то есть такие уголочки но гольф на гольф поле лучше потому что если возле ресторанов есть какие-то зеленые уголки скажем так и мини ботанический сад вот у это все равно смотрится немножко так вот даже если машин нет вот как-то простору не любой гольф поле там всегда красиво они разрешают это делать я вот просто про гольф поле первый раз слышу можно но можно договариваться смысл есть вообще выражение касательно любого вопроса так и нашей теме два горячеловека при обоюдном желании всегда умеет договорить за согласие есть продукт непротивления обеих сторон целью там еще на дуся было монтёр пищник вот не ну здорово про гольф поле а как бы интересно реально ближайший вот кстати ареал ресторан тут это на альфа-раби а там небольшой да такое это гольф поле да он и небольшой и сам главного рядом надо куда там далеко ехать что же время в субботу в определенные часы везде вот эти свадьбы и пробки и начинаются там народ туда не не успевает сюда не успевает а здесь под боком что ты не будешь рекомендовать своим заказчикам вот они допустим хотят ну вот где-то там видели там ну знаешь там вот а я так тоже хочу но вот у тебя как у профессионала есть какие-то свои рекомендации которые ты бишь ребят ну вот это может лучше не надо есть такие у тебя вещь здесь относительно чего то есть это касательно да вот отношения относительно свадьбы тут то есть вот ну я не знаю ну ну ты свадьб 500 ты наверно за семь лет провел ну вот ты провел 500 свадьбу ты точно знаешь что что-то делать не надо вот они хотят а ты лишь вот лучше не надо как с конкурсом с этим понимаешь он хочет вот я хочу чтобы вот мой кент а ползал там в трусах ты ж ну не надо этого не выглядеть будет по-дурацки и ладно вы с кентом поругаетесь но мы можем не тот флёр предать мероприятие такое дело да ну зачем вот это вот да ты живут плавно говоришь данный денег ну что ж я одному мужу смету написал знаешь вот написал там ведущие там артисты и в конце написал драка вот драка 500 долларов и драка 800 долларов и так получилось что вы и без крови сейчас я тебе расскажу и мужик такой веселый тоже скуражу я думаю поймет наверное да а получилось что первая смету жена его почитала подождите вячеслав какая драка а он что за драка а почему вот это а а тот не грузится почему драку это почему вот эта дорогая его а там шутка написано с разводом то есть нужно подраться и с ментами разводим да а это без развода берем с развода а человеку я и тоже пошутил он такой ну ну вот 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 ты понял дать теперь да ну что ж один из таких моментов я рекомендую не местом для проведения не выбирать скажем так необычные места в том числе элементарно даже открытую площадку ну да если будет да там много нюансов и погода и вот и погода и что-то с аппаратурой ему это уже какие-то могут просто вылезти нюансы которые от нас можно сказать не зависит по сути электричество отключу элементарно да даже куда-то там вывезли генераторами даже если он есть но нельзя эта техника надо было не ручаться невозможно и элементарно время то есть обязательно это все равно где-то жилой массив это естественно 11 часов все в один смысл что заканчивается уже в 11 как человек когда приходит летняя площадка все понравилось классно бассейн есть кого после драки кого куда накидать и разводить кстати не надо все остыдились на данной а там всегда то есть человек когда заказывает он слышит такую фразу что в 11 часов можно сделать просто музыку потише но по факту это будет будет мой язык пойдет бабушка с соседнего дома и начнет материться на то есть ну вот это плохо да это я согласен народ это кураж особенно свадьба суббота нет а те что важно те тоже люди понимаешь они нормально в 11 часов там и белка спать укладывают и это реально свадьба закончится тогда ну там лучшим случаем там поездом патрульной машины а вот в худшем случае на драках закончится это плохо причем бить будут администраторов ресторана бить будут гостей вот и бить будут собственно жильцов то есть вот драка будет замечаете как фантазии уже включены фантазии картинка побежал перед глазами фантазии это опыт понимаешь а потом приедет кузет а у всех же кнопка стоит да но кузет у нас такой он не очень внушительный дошли у них автоматы будут отбирать и скорее всего тоже кузет могут даже побить интересно но так лучше не надо да я согласен то есть это да ну вот такие вещи здесь но остальное касательно каких-то развлечений потому что люди иногда где-то что-то увидят пусть даже не на свадьбе просто им понравилось но как правило люди запоминать что эмоции эмоции вот остались эмоции относительно какого-то момента и когда свадьба раз жизни дай бог конечно вот это семь лет проведения зашки эти случаи расскажу я был в праге в москве вот такая тысячу советского времени гостини ресторан он он такой гремел и там на входе работают вот такие брутальные дядьки с такими бородами в ливереях вот этих начнут и в шинелях и на гардеробе стоит тоже вот дядька абсолютно там уникальный и ну ты сдаешь вещи и но самое вот потом когда даешь номерок он ген молодой человек вам что получше или ваша свадьба конечно это очень важный момент он происходит единственно жизни почти у всех поэтому особенно невесты очень трепетно к этому относятся естественно да не надо на эту тему и поэтому хочется чтобы было на этом вечере ну все вот все что только видела видели все что только знаем все что только вот в голову придет все фантазии хочется осуществить и когда человеку пытаешься так доходчиво объяснить что ребят давать вот реально пофантазируем как советской мулькинс мультики сторон это будет так и по полочкам к то есть то есть то есть допустим а вот песочек наверно хорошо берут из песка вот эти вот песочек до берут в общем то давай по оригинальным номерам пройдемся чё хорошо берут вот песочек берут там имя невесты трогательно все заплакали то есть я точно знаю что берут наверное наверное какой-то шоу балет берут чуть-чуть потанцевать чуть-чуть шоу балет берут да берут спасибо саша вот чё еще берут саша фокусников всяких оригинального жанра каких артистов лучше берут фокусники спрашиваю сейчас кстати но вы еще ребята появились которых я в работе не видим да но хочется попробовать в зале фокусы на свадьбах ну не всегда проходит это на мой взгляд должно быть реально феерично шоу именно такое это скорее всего это скорее всего даже не фокусники должны быть иллюзионисты но они все иллюзионисты почему же приятно не вот я за что люблю а чё хорошее интересно поговорить правда то есть это хорошие новости достаточно часто встречается да то есть ну вот и не так и часто вот так это между под между нами девочками вот на иллюзионистах остановились какие еще вот интересные да там вот можно взять такие какие-то номера вот что ты вот уверен на все сто что это будет хорошо стараюсь работать больше с интерактивами чтобы гости не только сидели смотрели но участвую потому что опять же если коснуться бюджета то есть вопрос естественно того насколько эффективно ваши деньги сработают в итоге или за какую-то сумму возьмем человек будет две-три минуты сидеть смотреть кто-то может быть чуть-чуть удивиться для кого-то это не новость то что он увидит из банкета в банкет на потом у нас коллектив хороший не так-то и много вот вот на чесноке оригинально оригинального жанра на сайте чеснок точка кизет туда надо ходить искать ведущих кстати вот шоу да и шоу 500 ведущих 500 живых команд и порядка 600 вот всяких артистов оригинального жанра я я если честно я его я всегда в шоке потому что ну и вот у меня мечта их всех посмотреть я я вот правда хочу их всех узнать и посмотреть что мне но это настолько такое количество творческих интересных людей но я вот конечно в шоке то есть и и смотри всем светит солнце да и все же работают ну там какие-то там приходят уходят но основной это костяк работает ну вот на так что мы сравниваем да или просто люди смотрят сидят или не учат а вот жива гуна на на свадьбу брать вот скажи мне как художник художник саша вы рисовать уберите да нет жива гуя имеют у живую команду бэнд вот этот вот барабанами там со всеми делами ну 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 твое мнение мое мнение так меня точно ну ну я я я я я я так ну что касается живой группы надо не на конечно если бюджет позволяет что нельзя это классно естественно вот полностью живой звук эффект другой дает плюс когда группы есть которые в живую именно к чаю такое да во первых качает потом они от них от самих энергетика такая и они работают с гостями не просто вышли у них шикарные голоса там все блин казахстанский повороте куда вы деться все классно но вот они стоят как куклы слушайте я на месте я сейчас просто передам эмоцию да а вот не вру я приехал на интервью с не очень хорошим настроением вот у меня в конце интервью настроение поднялось вот это важно понимаете то есть вот сидит человек да то есть он не за 45 минут он мне его поднял саша это вот это важно понимаете потому что не от каждого человека исходит ну вот ну скажем та энергия которая меня может да вот завести то есть это вот хорошая новость и спасибо нашему драг-дилеру да 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 саша шутить начал концу программы спалился вот мы остановились на жива как что у них очень короче есть деньги лучше взять правильно саша ты сегодня сделал мой день ты мне реально светлый ты такой веселый заводной человек чеснок рекомендует я я честно говорю то есть и и тебе я желаю творческих успехов и последний вопрос он блин забыл получается под ключ берете свадьбу вот делайте вот просто можно заплатить да и и все и не париться вообще просто прийти и сидеть да потом так же нужно делать то есть даже всем гостям которые всем своим клиентам заказчика просто многие ведущие говорят я не буду связываться под ключ вот это вот у многих есть ты знаешь что есть позиция вот только веду мне микрофон сценария всю до свидания чего у вас тут остальное происходит менее интерес но это опыт у всех конечно разные не не скрою разные всякое бывает вот но в любом случае я прямо прошу людей которые приглашают на банкет ребят вот как только вечер начнется да все запустите расслабьтесь иначе вот этот ваше напряжение опытный опытный психолог молодец это правильно потому что я вот тоже всегда говорю слушай надо волноваться до после во время не надо потому что ты будешь мне говорить что со своей нет а бывают какие-то комментарии по поводу мероприятия можно подойти но ни в коем случае вот не надо грузить организаторов в процессе потому что ну это только хуже получится у них начнет с рук все валится ведущему сказали ты чё сказал он думает чё он сказал ему надо и чё ему следующее говорить то есть уже на переправе к ней уже не надо менять все уже он пошел пускай он говорит что хочет но и совсем уже там что-то невменяемое началось да ну тогда надо убрать ну как правило а многие делают первый раз это мероприятие очень сильно волнуются и от них волнение исходят мандража господи прости я имею все знаю прекрасно вот ты молодец что ты это тоже все знаешь потому что вот очень плохо что бывают люди которые вот это все не знают да то есть и потом это все на конкретном качестве влияет александр вы молодец вот вам творческих успехов аминь спасибо давай а а а а это в